Невозможно передать. Это надо пережить. Каждый год 27 января начинается так. Цветы к памятному знаку на Невском проспекте. При арт-обстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Петербург в этот день всегда Ленинград. А ленинградцы, несмотря на годы, приходят вспомнить те страшные дни. Каждый год на Пескаревское мемориальное кладбище приходят тысячи людей. Место – печальный памятник. Самое большое в мире – братское захоронение жертв войны. Когда на городских кладбищах закончились места, сюда, на Пескаревку, стали привозить по 10 тысяч тел ежедневно и захоранивать их в братских могилах. Здесь 42-й год, здесь уже 42-й и 43-й. Никто из ленинградцев точно не знает, где именно захоронены их близкие. Эти 125 блокадных грамм хлеба оставляют просто на гранитных плитах. Эти 125 грамм вспоминают сегодня блокадники. И вкус – обойная мука и целлюлоза, опилок как будто больше, чем самого хлеба. И ей тогда подростку Нине Свиридовой, подкрепившись маленьким кусочком, приходилось вставать за станок. Детские руки делали снаряды для фронта. У меня есть ангел-хранитель. Вот я иду в цех чугун-детельный, а там только одна дверь. И всё. Я что-то приподнялась. Прошла. Вдруг слышу свист такой. Какой-то незнакомый мне вдруг. Поворачиваюсь, а там снаряд разорвался. У них у каждого свой ангел-хранитель. Антонине Лобковской через два месяца. Сто лет. Блокада началась ей 20. Молодая учительница, которая подкармливала своих мальчишек-первоклассников и гребла снег возле школы. Слышу на второй этаж, что-то грохочет по лестнице. Я смотрю, а моя соседка за верёвкой претеризала свою дочку мёртвую и тащит по лестнице, потому что она сама-то не может тоже. Сил нет. В марте 42-го ей пришлось вывозить по дороге жизни 16 сирот, которых собирали по всему городу, в запертых квартирах и на улицах. Их глаза спустя 80 лет вспоминаются с болью. Они взрослыми становились. Они уже не дети. Никак сейчас будут вертеться и крутиться. Это уже взрослый человек. Когда маленький столько пережил. Чтобы помнили, создана экспозиция музея блокады в Соленом переулке. И подвиг ленинградцев, конечно, помнят. В Ленинград пришла победа, в которую верили и которую так долго ждали. До сих пор блокада отзывается болью в сердце не только у тех, кто её пережил. Память о ленинградцах чтут и хранят во всём мире. 900 дней, тысячи жертв. Только в январе 44-го силами Ленинградского, Волховского и Прибалтийского фронтов был освобождён Великий Новгород. А это значило, что дорога на Ленинград наконец открыта. Прекращается голод и измеряющие артобстрелы. В домах стёкла летели от этого салюта. Все плакали, все кричали, все радовались. Ей повезло. Мама выжила и вырастила в блокаду её малышку. Но положить цветы на каждую из братских могил в Ленинградский день победы – святая традиция. Все 77 лет.